Всем привет! Давненько не виделись. Это новое видео на канале. Я начинаю. Поехали! Действительно, не виделись давно и на это есть много причин. И первая причина. У меня украли канал. Да-да, не удивляйтесь. Именно этот канал был украден. Я сейчас подробно расскажу, как это произошло и что сделать, чтобы у вас этого не случилось никогда. Максимально распространяйте видео, ставьте лайк заранее и, соответственно, давайте начну свою историю. Видео будет разговорным, и поэтому возьмите печеньки, налейте чаю и добро пожаловать. Где-то в августе месяце, в начале августа, у меня украли канал. И это произошло следующим образом. В один из прекрасных дней мне в социальную сеть ВКонтакте написал один человек с предложением рекламы определенного продукта, а конкретно надстройки для онлайн-игры Dota 2, как я понимаю. Надо было прорекламировать плагин, скины и так далее. В принципе, ничего зашкварного, подумал я. Почему бы и нет? Установил определенный прайс 50 долларов за рекламную интеграцию. Ссылка в описании. И, соответственно, начались у нас переговоры. Это человек, кто уходил из эфира, то есть был онлайн, потом офлайн, и более-менее договорились. Я сказал, что я работаю по предоплате. Он согласился, и тут я совершил большую ошибку. Он в итоге сказал, давай так, я сейчас тебе предоставляю VIP-доступ, то есть непосредственно золотой аккаунт или как там, премиум аккаунт. Ты зайдешь, посмотришь, если тебя все устраивает, то я скидываю бабки, и ты рекламируешь, и делаешь рекламную интеграцию. Ссылка в описании. В общем, все как всегда. Все как у всех блогеров. Я подумал, почему бы и нет. Я работаю на MacBook, на iPad, точнее работал на MacBook, а сейчас работаю на iPad 11. И, соответственно, он мне сказал, что под macOS этой программы нету, только для пользователей Windows. Я подумал, ну окей, такое бывает. И у меня есть планшет-компьютер. Он мне дал ссылку на архив. До этого я посмотрел непосредственно сам сайт. Ссылку в описании оставлять не буду, но не надо потому что проходить по этой ссылке. Мало того, что не надо проходить по ссылке, так еще и не надо скачивать архив. В чем фокус? Вы проходите по ссылке, скачиваете архив, он говорит вам пароль, вы вводите пароль, и через секунду вашего канала нет. Как это происходит? Ну, скорее всего, парсятся пароли, потому что все это проходит на компьютере. И если у вас установлен браузер, и вы с этого браузера заходили к себе в учетную запись или в творческую студию, соответственно, мошенники и хакеры, так называемые, узнают эти пароли и моментально меняют их на свои. Буквально за секунду я получаю письмо на имейл о том, что ваш аккаунт, соответственно, новый владелец назначен. Я подумал, да нет, такого не может быть, нелегко просто так взять и угнать аккаунт. Еще через секунду я получаю письмо о том, что мой гугл аккаунт удален, к которому привязан был непосредственно сам канал Гаджетмания. Честно, друзья, у меня была истерика. Я не совру, я прям вообще, то есть 5 лет, 4 года, там 5 лет моих стараний просто в никуда. Даже дело не в том, что сама пользовательская база подписчиков, и у вас всего 16 тысяч, и они средней активности. Это многолетние труды, это определенные контакты с рекламодателями, с уважающими фирмами, такими как Huawei и так далее, и так далее. И предстоящие рекламные контракты, которые непосредственно нужно будет интегрировать в видео. Я, если честно, у меня не было эмоций, таких только как слезы. Это первое, что пришло на ум. Не то, что на ум, это естественная реакция человека. Мне стало в тот час очень плохо. Я попытался быстро среагировать, и что я сделал? Гугл аккаунт я восстановил, потому что в письме, которое приходит на резервную почту, которая у меня была установлена, было написано, что если вы не совершали этих действий, то перейдите по ссылке и восстановите доступ к аккаунту. Я подумал и сделал. Я перешел и восстановил доступ к гугл аккаунту, непосредственно к которому был привязан канал. Начиная с 2014 года, с мая месяца. Доступ к аккаунту я восстановил, но на нем нет, как будто бы вообще никогда не было канала Гаджетмания. Вообще, как будто бы его там никогда не было. Я подумал, такого не может быть, и начал, соответственно, гуглить. Все это происходило сумбурно в течение нескольких часов. Ну, естественно, первое, что приходит на ум после того, как проходит истерика, это непосредственно надо обратиться за помощью. Куда можно обратиться за помощью? Первое. Вы всегда можете написать в суппорт. Но чтобы написать в суппорт Ютуба, надо пройти 9 кругов ада, и на 10-м вы, наконец-таки, получите более-менее внятное понимание, куда надо писать. Единственное, потому что нету, просто нету ссылки написать непосредственно в поддержку Ютуба. Все ссылки, где написано поддержка и помощь, ведут на так называемый форум для авторов. Или форум с Google форумами, которые непосредственно люди задают, и там представители Ютуба, помощники, там специалисты отвечают на вопросы непосредственно тех людей, которые задали этот вопрос. За несколько минут я нашел возможность написать им в чат. Ссылку постараюсь оставить в описании. Со мной мне ответила некая Светлана и попыталась меня успокоить. Большое ей спасибо. Она поняла, что что-то неладное, как бы. И тут начался длительный процесс восстановления канала. Мне непосредственно был скинут на почту уже с определенного адреса поддержки. Его я точно оставлю в описании под этим видео, потому что если у вас это случится, вы, найдя это видео, сможете не проходить вот эти вот мучения в виде поиска, куда написать, чтобы обратиться в поддержку Ютуба, как вы будете знать точный адрес имейл. И вам непосредственно ответят. Отвечают они раз в сутки. Мне прислали инструкцию по восстановлению и укреплению самого Google аккаунта, к которому привязан канал. Что такое укрепление? Это двухфакторная аутентификация, то есть авторизация, которая у меня не была сделана, потому что я никогда в жизни не мог подумать, что такое может произойти со мной. Потому что я не лазаю по разным сайтам левым и не скачиваю какой-либо софт, а тут меня, можно сказать, обманули. Я повелся на какие-то 50 долларов, но все это со стороны выглядело очень и очень реалистично. Что мне прислала поддержка? Во-первых, слова помощи в плане психологической. Они постарались меня успокоить, не волнуйтесь. И непосредственно алгоритм восстановления, в котором я должен был указать, какое видео было загружено, откуда оно было загружено, IP-адрес, на котором я управлял непосредственно своей учетной записью канала. В общем, 6 или 7 пунктов, на которые я в течение получаса дал ответ. И спустя сутки, они отвечают ровно сутки, то есть они не отвечают в прямом эфире, то есть письмо на письмо не получится. Вы написали, через день вам ответили. По крайней мере, так произошло у меня. Ровно через сутки, примерно в это же время, мне ответила эта же Светлана, помощник, то есть там какой-то специалист, старший специалист, без разницы. Она мне ответила, я передал, передала всю информацию, которую вы предоставили, большое спасибо, и передала службу безопасности или непосредственно тем специалистам, которые занимаются как раз таки вот такими случаями. и начинается внутреннее расследование, потому что очень много людей, которые продают каналы, а потом восстанавливают к ним доступ, говоря о том, что их у них украли. Я об этом знал, и, если честно, очень-очень слабо надеялся на то, что поддержка YouTube, без какой-либо партнерки, которые там есть всякие разные, не буду говорить для того, чтобы не рекламировать, поможет такому маленькому каналу. Здесь я немножко отступлю, потому что есть случаи, когда угоняли 500-тысячные, 5-миллионные, полуторамиллионные каналы, и это произошло за последние полгода. Это начало активно внедряться, то есть вот это вот мошенничество, эти угоны начали активно внедряться где-то примерно с весны 2019 года. Сейчас октябрь 2019 года, и до сих пор это продолжается. Я вам расскажу чуть позже, как мне попытались еще несколько раз это сделать, и не только, кстати, меня. Так вот, мне ответили о том, чтобы я не переживал и просто ждал. Прошло несколько дней, пришло... Я опять задал вопрос, ну что там происходит? Мне опять через сутки пришел ответ, и это продолжалось несколько раз. Продолжалось несколько раз в течение двух примерно недель. О том, что мне отвечали, пожалуйста, ждите, специалисты занимаются вашей проблемой. Ну, если честно, я создал резервный канал. Ссылка, кстати, будет в описании для таких случаев. И вообще, если честно, планирую его развивать немножко в другом направлении. Поэтому, если вам будет интересно то, что я говорю на камеру, обязательно проходите в описании и в первые комментарии. Там будет закреплена ссылочка на новый канал. Я ни в коем случае не бросаю этот, потому что, как вы поняли, уже я его восстановил, то есть восстановили мне доступ. И спустя еще неделю, то есть по прошествии трех недель, непосредственно мне написали письмо, пожалуйста, Павел, создайте новый канал. Служба проверки, то есть вот эта служба безопасности YouTube-а, специалисты подтвердили взлом вашего канала. Ну так вот, я задал интересующий меня вопрос, зачем мне создавать новый, если мне нужен старый? Тем более, ваши специалисты подтвердили взлом. Просто верните мне мой канал, заберите у тех людей, или там, я не знаю, кто ботает, или просто какие-то хацкеры, или и так далее. Просто дайте мне его. Мне ответили еще спустя сутки, что, ну вот таковы правила, вам нужно создать канал и просто ждать. Я создал канал, назвал его точно так же и не понимал, что будет происходить дальше. По прошествии еще несколько дней я потерял счет, то есть, может быть, прошла неделя, может быть, пять дней, может быть, десять, может быть, полторы недели. В итоге, мне пришло сообщение на почту несколько дней назад о том, что, Павел, добрый день, бла-бла-бла, мы вас поздравляем, вам восстановили доступ к вашему каналу, пожалуйста, пройдите по ссылке и установите непосредственно все пароли, обновите пароли, сделайте двухфункционную нотификацию и так далее. Так вот, на свежесозданный канал, пустой, была полностью пересена вся база, все видео, все комментарии, все лайки, все дизлайки, вся активность, вообще все мои действия. Мне вернули непосредственно и домен, это универсальная, то есть универсальный, универсальная ссылка, точнее, личная ссылка, там, gsmboutique.com slash gsmboutique и вы попадаете на этот канал. Таким образом, по прошествии чуть больше месяца мне вернули канал, которому был угнан, украден у меня из-за, может быть, частично моей оплошности, если, ну, пишите в комментариях, что вы думаете, виноват я или я просто стал, скажем так, жертвой каких-то мошеннических действий. Ну и, собственно, спасибо вам, что некоторые из вас, соответственно, отреагировали, потому что я писал, у меня не было доступа, когда был канал украден, у меня, причем канал не удалили, на канале не списывались какие-то видео, то есть есть случаи, когда либо канал удаляет, либо видосы все труд, либо рекламируют запрещенные вещи и так далее, и так далее. У меня ничего не происходило, потому что на протяжении этого месяца я постоянно мониторил, что происходит с каналом, я скачал почти все самые мне, для меня интересные видео, для того, чтобы, если что, их перезалить куда-либо, но это не потребовалось, и вообще имейте в виду, что у вас должна быть библиотека видосов, если вы ютюбер, если вы автор, если вы блогер, просто копите эти видосы в какой-то отдельной папке на жестком диске, и в случае чего у вас будет возможность просто-напросто восстановить. Мне повезло, мне повезло, потому что я попал на действительно клевых специалистов поддержки ютюба, куда было сложно дозвониться, дописаться, но в итоге это произошло, и они мне помогли. Моему маленькому, скромному, для меня уютному и очень важному каналу, который я веду уже более пяти лет, мне помогла поддержка ютюб, и восстановила полный доступ к нему, непосредственно к каналу. Что ждет вас? Во-первых, я вас хочу предостеречь от такого рода последствий, то есть в первую очередь ставьте обязательно двухфакторную аутентификацию, ни в коем случае не ведитесь, вот, может быть, в процессе вы видели скриншоты переписки, потому что я обещал рассказать, что после этого меня пытались взломать еще не один раз, скриншоты я прикрепляю, мне писали уже непосредственно другие люди, и моих знакомых, друзей, других блогеров тоже попытались взломать таким образом. На ютюбе уже стали появляться видосы о кражах канала, и это будет одно из них, и в очередной раз, если бы я, скажем так, интересовался безопасностью, если бы я смотрел подобные видео до того, как я согласился на такую для меня очень опасную рекламную интеграцию, которая привела к краже канала, этого бы не произошло, если бы я ознакомливался с авторами других ютюб-каналов и вообще смотрел другие видосы не по тематике, допустим, технологий, гаджетов и все, что меня интересует на данном этапе времени. Вас предостерегаю, ставьте двухфакторную аутентификацию, обязательно проверяйте своих будущих рекламодателей, старайтесь с ними связываться непосредственно по почте, почту можно легко проверить, то есть, если это какой-то бренд, допустим, Panasonic, там, и другие бренды, там, Huawei или какие-то бренды, связанные с игромиром, либо с гаджетами, либо с предоставением услуг, либо каких-то товаров, у них всегда есть корпоративная почта, либо их агентства, которые распространяют их с помощью какого-то пиара и договариваются непосредственно с авторами о рекламных интеграциях, почта должна быть фирменная и переписку все введите непосредственно не в соцсетях, а просто даже можно начать ее в соцсети, но перевести ее посредством email, и уже по email можно договориться и обязательно сканируйте все, что вам присылают в виде каких-то архивов, сканируйте на вирусы, хотя мне мошенник предупредил, типа, причем я так нелепо повелся на вот эту фигню, в плане, что отключите антивирус, потому что, как и многие антивирусы ругаются на всевозможные сторонние плагины, я собственными руками взял и отключил антивирус, потому что первый раз, когда я скачал архив, соответственно, антивирус не пустил его распаковку, после того, как я подумал, мне же сказали отключить, я отключил, в общем, я повел себя абсолютно неправильно, я вас предостерегаю от таких действий, делайте несколько простых шагов, делайте то, что вы производите безопасным, то есть, защищайте свои труды непосредственно несколькими методами, будьте внимательны, будьте бдительны, ну а вас ждет совсем скоро много, как мне кажется, интересных видосов, обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях, Дональд Дак, если досмотрели до конца, совсем скоро увидимся, лайк, подписка, колокольчик, всего доброго, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok